Мы что, уже начинаем? Давайте, давайте, начинаем. Пятно. Ну, световое пятно. Свет. Где свет? Как вы уже поняли, сегодня необычный выпуск. А всё потому, что нас стало 200 тысяч, и это просто фантастика! Сегодняшний выпуск пройдёт в формате вопрос-ответ. Привет! Часть вопросов мы обсудим из тех, что вы задавали в своих комментариях к другим видео, а часть из тех, как у нас тут всё устроено, как работает канал и что мы здесь делаем. А с вопросами нам сегодня помогает продюсер канала «Я себя не знаю». Вот он, за камерой сидит. Светлана, пожалуйста, пару слов о себе. Вообще о себе я рассказывала вот в этих двух видео. Я физиолог по образованию, кандидат биологических наук по специальностям биофизика и физиологии. Физиология — это теоретическая основа медицины. Наука, которая изучает, как работают абсолютно все клетки, ткани и органы в человеческом теле. Эту науку я долгое время преподавала в университете студентам-медикам. И сейчас я, в принципе, рассказываю вам примерно то же самое, только более простым языком. Как у вас возникла идея канала? Как всё начиналось? Вообще изначально идея была сделать образовательный канал, опять же для студентов, чтобы не бросать их, поддержать как-то им сложно приходится. У них очень много дисциплин, которые нужно учить одновременно, и они действительно сложные. До этого я делала онлайн-консультации для них. Они часто записывали мои объяснения на видео, потом делились друг с другом и так далее. Поэтому такой формат был логичен. Но через некоторое время пришла в голову идея, что можно делать вот такой ликбез для просто обычных людей. Почему нет? Мне кажется, что знания должны быть доступны всем, наибольшему количеству людей. Как-то ограничивать, допустим, пациентов от этих знаний, это неразумно. И время сейчас другое. Если человек хочет получить информацию о своём заболевании, о способе лечения, о какой-то таблетке, он пойдёт в интернет и всё равно её получит. Вопрос качества этой информации, источника, из которого он её возьмёт. И уж лучше предложить какую-то альтернативу, которая будет действительно хорошей, где будут проверенные данные, актуальные знания. И человеку можно будет нормально объяснить, что с ним происходит. Это же здорово. Отсюда логичный вопрос. Где вы берёте информацию для видео? Так как я много лет проработала в науке, я понимаю то, что не всякая научная статья подходит для того, чтобы рассказывать об этом миру, рассказывать об этом людям. Вы, наверное, очень часто встречали в СМИ какое-нибудь громкое заявление, что учёные нашли средства от рака. Не так давно было заявление о том, что пижма спасает от старения. И все наверняка пошли покупать пижму. Но если посмотреть в эту статью, вот конкретно про пижму, то можно увидеть, что исследования сделаны ин витро. Это значит, что оно сделано в стекле, в пробирке. То есть смешали, условно говоря, два реагента и доказали то, что один реагент из пижмы действует на другой реагент. Допустим, там, свободные радикалы. Ну, в этом исследовании конкретно было. Но это не означает то, что точно так же это будет работать в клетке, потому что на клетках это не проверяли. Это не означает, что это так же будет работать на животном. И уж тем более не означает, что так же будет работать на человеке. То есть исследования, которые мы обычно используем, это исследования на людях. Огромное количество есть различных веществ и препаратов, которые до клинических исследований на людях не дошли. Они слетели где-то там на уровне животных или на уровне ин витро, потому что вещество не сработало. Или у него были побочные эффекты и так далее. То есть есть смысл брать только то, что исследовали на людях. Там, где были адекватные методы исследования. Знаете, не просто дали человеку витаминку, а потом спросили его через неделю, ты хорошо себя чувствуешь? Он ответил, да. И в исследовании человек хорошо себя чувствует. Ну, опрос это не показательно. Где было большое количество людей, потому что 15 испытуемых это ни о чем. Но на 15, может быть, подействовало на каком-то количестве из этих 15. А на 1000, может быть, и не подействует. Вот есть вот эти параметры оценки исследования. Что можно взять, а что нет. Объективные данные обычно суммируются в больших рекомендациях от крупных ассоциаций врачей. Ассоциация кардиологов, организация гастроэнтерологов и так далее. То есть они выпускают свои рекомендации, и на основе их мы тоже делаем видео. От вас часто можно услышать фразу «наше великолепное тело». Почему вы считаете, что наше тело великолепное? Да, я видела где-то в комментариях то, что некоторые люди воспринимают мои такие слова, как «лезть подписчиком» или что-то такое. Но это не так, потому что я действительно искренне так считаю. И это реально так, когда начинаешь исследовать тело, когда понимаешь всю вот эту сложную архитектуру, которая царит внутри, сколько было сделано усилий различными клетками для того, чтобы всё это вместе работало. Это удивительная система. Человек, как говорили греки, это реально микрокосмос. То есть столько компонентов, которые все вместе так здорово работают. На самом деле многим из вас наверняка кажется, что человек хрупкое очень создание, и вроде бы одна какая-то мелочь нарушилась, какой-нибудь ген небольшой или клеточка, и всё, всё здоровье посыпалось. Но в реальности человек очень выносливое существо. И вот этих точек критических в его здоровье, которых достаточно, чтобы всё посыпалось, их очень немного. А всё остальное работает в крайне экстремальных условиях в том числе. То есть человек может выжить после очень серьёзных травм, при потере каких-то органов. Он продолжает функционировать, он продолжает работать. Тело реально великолепно. Способности восстановления, которые показывает мозг, просто потрясающие. Элементарно то, что клетки желудка, которые синтезируют кислоту, соображают, условно говоря, то, что нельзя собрать кислоту внутри клетки, аж хлор, потому что она повредит клетку. И они отдельно выпускают аж с плюсом и хлор с минусом. И только потом, пройдя через толстенный слой изолятора, который помогает, можно сказать, изолировать кислоту от живых клеток, вот там этот аж и хлор соединяются, и получается аж хлор. Вот там она работает, как кислота, но не повреждает клетки. Ну это же чудо! Ну вы же великолепны! Кто отвечает на комментарии? Вообще, сначала комментариев было не очень много, и мы их разбирали по мере поступления. Сейчас в каждом видео достаточно быстро появляется 300, 400, иногда и больше комментариев. Огромное количество. Мы все равно стараемся их разбирать, отслеживать, отвечать на вопросы. Обычно наиболее интересные вопросы, критичные вопросы собирают для меня в отдельный файл, и я отвечаю на ваши вопросы. На некоторые вопросы уже есть ответы, либо в предыдущих видео, либо на канале с короткими видео. Под этим роликом вы найдете ссылку на этот канал. На некоторые ваши комментарии я отвечаю маленьким роликом. К сожалению, не на все вопросы можно адекватно ответить. Иногда вы обращаетесь ко мне с вопросами, связанными с вашим заболеванием. Но я не могу лечить вас в комментариях. Я вас могу только научить, как жить с этим, как адаптироваться, как быть здоровее. Этим я и занимаюсь. Но вылечить человека в комментарии, посоветовать ему точно какую-то пилюлю, таблетку или добавку, просто на основании того, что он сказал, что у меня болит вот это, вот это, вот это, только на основании слов, без анализа, без ничего. Это шарлатанство, скажу я вам. А я таким не занимаюсь. Наверное, сейчас будет логично ответить на пару комментариев. Инга Зайцева спрашивает. Хочется узнать ваше мнение про эритрол, сахарозаменитель. Как считаете, есть ли смысл заменить им часть сахара, например, в выпечке? Эритрол, как и сарбитол, например, который тоже является сахарозаменителем, относится к палеолам. В кишечнике он практически не всасывается. Из-за этого, собственно, у него и нет никакой калорийности, как бы, потому что в кровь он не уходит. Но такие вещества иногда служат пищей для наших бактерий в кишечнике. И на них они могут быстро вырасти. И иногда так случается, что палеолы, такие как эритрол, сарбитол, могут вызвать дискомфорт в кишечнике, вздутие живота, диарею и даже синдром раздражённого кишечника, про который мы говорили. Это скорее относится к вопросу переносимости. Если вы хорошо переносите такие заменители сахара, то в целом можно их использовать. Вопрос вообще в использовании любого вещества, как и лекарства, добавки какой-то или заменители сахара, в возможном вреде относительно предполагаемой пользы. Если человек не может отказаться совсем от сахара, но ему очень нужно похудеть, лишний вес, например, влияет на артериальное давление, на состояние суставов, на холестерин и так далее, то в этом случае очевидно, что польза от заменителя сахара будет больше, чем возможный вред от него. Но всё же надо прислушиваться к себе, ориентироваться на собственные ощущения в животе, в кишечнике. Нет ли какого-то дискомфорта от этого заменителя сахара? Если нет, то можно использовать. Сам эритритол ни в каких исследованиях негативно замечен пока что не был. Считается то, что многие заменители сахара могут влиять на микрофлору, но до конца это не доказано. Пока что данных на этот счёт маловато. Александр Рыбаков спрашивает, хотелось бы ещё об аминокислотах, типа цитрулен, аргинин, лизин, элькарнитин и так далее. А то только рекомендации качков, пить ложками, нужно ли принимать и как. Скажем так, приём аминокислот несколько упрощает вопрос пищеварения. Например, если есть какой-то недостаток ферментов поджелудочной железы, протеаз, который расщепляют большие белки из пищи на аминокислоты, то приём отдельно каких-то аминокислот исключает вот этот этап и позволяет сразу аминокислотам всасываться, допустим, в кишечнике. Но нужно помнить то, что аминокислоты всасываются группами. То есть, есть семейство транспортеров, паромчиков, тех самых, для аминокислот, которые их переносят. И чаще всего они не избирательны для конкретной аминокислоты, а они могут переносить сразу несколько. То есть, если выпить очень много аминокислот, то, во-первых, количество паромчиков по-прежнему ограничено для аминокислот тоже. Больше, чем возможно, их в кровь не перенесётся всё равно. Это раз. А во-вторых, какие-то аминокислоты будут быстрее переноситься, какие-то медленнее. И до конца понять вот этот баланс, как что будет транспортироваться, довольно трудно. Необходимости вот конкретно пить аминокислоты, если у вас всё в порядке с поджелудочной железой, большой нет. А ещё они могут вызывать диарею. Потому что те, которые не переварились и не усвоились, и не всосались, они могут служить в том числе пищей для наших бактерий и вызывать понос. Осторожно. Кстати говоря, лишние аминокислоты будут выводиться почками. И это нагрузка на почки. Об этом тоже надо помнить. Чаще всего есть две формы аминокислоты. Это L и D. Это так называемые хиральные формы. То есть они зеркальны друг к другу. Одна такая левая, другая вот такая правая. И вот эти правые не в организме не работают обычно. И всасываются они плохо. В общем, они не срабатывают. Вот левые срабатывают. Поэтому большой вопрос вот в эту добавку спортивную. Производитель добавил только левые или там больше правых? Или ему вообще всё равно? То есть что положили в добавку? Контроль качества у таких добавок очень низкий обычно. И вам просто приходится верить на слово. В общем, есть целая группа комментариев про чай и кофе. Как они влияют на организм, на всасывание витаминов, полезных веществ. Как они влияют на желчный и так далее. Много вопросов. Ну, это всё, конечно, отдельные вопросы. В плане кофе, чая и витаминов, допустим. У кофе, у кофеина и у кофеина в чае, неважно, есть один существенный эффект. Это мочегонный эффект. То есть повышается давление. Из-за этого через почку проходит больше крови. Из неё отфильтровывается больше мочи. О чём это вообще всё? Это о том, что если у какого-то вещества есть мочегонный эффект, то другие вещества, которые будут перерабатываться почками или выводиться почками, например, водорастворимый витамин группы В и С, они будут выходить из организма быстрее. Потому что вы чаще уходите в туалет. И витамины каждый раз уходят. Поэтому если вы одновременно принимаете витамины и хотите пить кофе или чай, то лучше, чтобы разнести вот эти эффекты, мочегонный эффект кофе и эффект витаминов, делать перерыв, хотя бы час, а в идеале два, между приёмом витаминов и приёмом кофе. В этом случае вы минимизируете их пересечение каких-то эффектов. Возможно, ещё есть какие-то эффекты. До конца все взаимодействия веществ не изучены. Поэтому лучше всего просто разносить это по времени. И тогда вероятность того, что они вообще встретятся в кровотоке, будет ниже. Чем больше кофеина окажется в крови, тем более у него будет выражен тот же мочегонный эффект и другие эффекты на давление, не только. Это нужно учитывать. Да, и кстати, кофе без кофеина не без кофеина. Там остаётся примерно 30% кофеина от стандартного кофе. То есть там нет такого, что полностью убрали кофеин. Это очень сложно с химической точки зрения. Поэтому имейте это в виду. Вопрос от подписчика с никнеймом Путь. Спасибо, полезная информация. Расскажите про коллаген ещё. Есть ли смысл покупать его в банках или нужно есть мясо? С такими веществами, как коллаген, вообще всё непросто. Это сама по себе огромная молекула. Огромная. Она не всасывается целиком, как он есть в желудочно-кишечном тракте. Есть ферменты коллагеназа, которые расщепляют коллаген, это белок, до аминокислот. Так что плюс-минус в любом случае коллаген расщепится до своих элементарных составляющих и усвоится потом аминокислота. И в целом, какой именно это будет изначально белок, коллаген, или какой-то другой белок, сходный по аминокислотам, это неважно, потому что в кровь уйдут аминокислоты, то есть кусочки этого белка. И потом тело из него что-то новое построит. Может быть коллаген, а может быть и не коллаген. Вопрос от Светланы Сазоновой. Благодарю за полезную информацию. Не могли бы вы коснуться темы о герудотерапии? Что это? Польза для организма или бизнес? Пиявки, когда присасываются к человеку, впрыскивают определенное вещество. На самом деле там смесь веществ, потому что это как бы слюни пиявки, условно говоря. Основное действующее вещество там герудин, который обладает кроверазжижающим эффектом. Это позволяет пиявке свободно пить кровь, и она не сворачивается, пока собственная пиявка ее пьет. Для человека в древности считалось то, что это хорошо, то, что кровь становится жиже, вроде как от тромбов избавляет, и что-то такое. Сейчас в медицине используют иногда сам препарат герудин очищенный, который в принципе обладает всеми теми же свойствами, которыми обладает пиявка. Но, тем не менее, герудотерапию тоже используют. Но это не считается медицинским методом, потому что польза от непосредственно пиявок не доказана. И вот у меня в плане герудотерапии один очень важный вопрос тем, кто хоть раз это пробовал. Как вы представляете себе дезинфекцию пиявки? Как пиявку, живое существо, можно продезинфицировать после одного больного? Да, обычно герудотерапевты говорят, что у них пиявки как бы новые, условно говоря. Они никогда ни у кого кровь не сосали и прикладывают их к вам. Как вы можете проверить, что они новые? Они опечатаны? Они в крафтовых пакетах после автоклавирования? Как вы можете проверить, что эта пиявка до этого не сосала кровь у человека больного гепатитом, например, или спидом, или еще чем-нибудь? Никак! Вот этот бред, то, что можно пиявку оставить на два месяца, и после этого она как бы становится снова стерильной, полностью очищается, переваривает эту кровь, это полная ерунда, потому что никто не проверял. Это фортуна лотерея. Можно таким образом получить какое-нибудь неприятное заболевание. Если вам нравится такой формат вопрос-ответ, вы можете в комментариях к этому видео написать свой вопрос, любой. И мы попробуем вот так же снять ролик с вашими вопросами. Если вы не хотите задавать его во всеуслышание, вы можете в комментарии сделать пометку «Анонимно». И в этом случае этот комментарий увидим только мы, и разберем ваш вопрос анонимно. Вернемся к общим вопросам. За все время существования канала на нем появилась только одна реклама. Были ли другие предложения? Да, с рекламой у нас сложно. Были предложения, огромное количество их поступает для рекламы, в основном биологически активных добавок, либо каких-то товаров для здоровья, как бы улучшающих здоровье. Но так как ни у тех, ни у других продуктов нет доказанной эффективности, рекламировать их, предлагать их кому-либо, с моей точки зрения, неправильно. Хотя, наверное, было бы выгодно. Но я вам точно могу сказать, что на этом канале никогда не появится реклама биологически активных добавок или реклама каких-то сомнительных средств для здоровья. Вы можете поддержать работу канала любой суммой, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Также на главной странице канала есть кнопочка «Поддержать канал». У вас есть хейтеры? Ваше отношение к ним? Есть. Вообще, мне кажется, это нормально, когда тебя кто-то ненавидит. Я не пытаюсь понравиться абсолютно всем. Это было бы странно. Случается так, что человек сталкивается с когнитивным диссонансом. У него было какое-то знание, какая-то информация или даже вера в целительное действие какого-нибудь метода или лекарства. А тут вдруг я говорю какую-то информацию, которая идет вразрез с его представлениями. И, конечно, это вызывает дискомфорт. И, конечно, человек спорит, возмущается на этот счет, может разгневаться. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Возможно, в следующий раз он придет на мой канал немного в другом настроении и сможет взять просто эти знания, которые я даю. Поэтому я вообще рада всем, кто приходит за знаниями. Некоторые из вас сомневаются, это нормально. Более того, информация обновляется. И, возможно, то, что я говорю сейчас, через 5 или 10 лет будет неактуально. И нужно постоянно обновлять информацию о здоровье, о том, как работает тело. Собственно, мы этим постоянно занимаемся. То есть моя работа в том числе и заключается в том, чтобы все время учиться. В любом случае, я здесь для вас, чтобы дать вам знания, чтобы дать вам информацию, чтобы показать вам, какие вы в действительности, какое у вас замечательное тело, сколько вы всего можете. И дать возможность попробовать чуть-чуть исправить свои привычки, свои какие-то простые ежедневные действия для того, чтобы стать здоровее. Это обычно не требует никаких материальных затрат. Чаще всего нужно просто немного вашего времени и внимания. Это все. Да, конечно, таблетку или биологически активную какую-нибудь добавку намного легче продать, чем идею, то, что можно чуть-чуть поменять образ жизни. Да и иногда, наверное, легче проглотить пилюлю, чем изменить образ жизни, в котором ты жил, там, не знаю, 40 лет или 50 лет. Но все-таки изменения в ваших ежедневных делах, они намного более существенны. И это реальный способ для того, чтобы многое исправить. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Пока мы живем, вообще ничего не поздно. Нет такого возраста, когда уже все, все делать мне уже поздно. Вот эта идея, то, что дальше я только доживаю, это ваше время. Любой день, каждый день, каждый год лишний. Каждое десятилетие нормального долголетия, нормального самочувствия. Это все очень важно. Нельзя так просто взять и сбросить со счетов 5 лет жизни, год жизни, да даже месяц жизни. Нет, так не пойдет. Мы будем бороться за каждый день, за каждый месяц, и уж тем более за каждый год. Чтобы он прошел максимально хорошо для вас. Чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы были счастливее. Каждый человек рожден для счастья. Я в этом абсолютно уверена. И наша с вами задача, как людей найти это счастье, это происходит всю жизнь. Сегодня оно будет в одном, завтра будет в другом. Но суть в том, что мы все можем быть здоровыми, можем быть счастливыми. Нужно приложить чуть-чуть усилий. Будьте здоровы и до следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok